Добро пожаловать на канал интернет-магазина Планета Страйкбола, рубрика Мастерская. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Володь, Володь, смотри! Ох, красивая! Продаёшь? Нет. Тебе на того принёс? Держи. Ну что, начнём разбирать нашего красавца. Сначала снимаем ствол-глушитель. Стволик здесь у нас немного увеличен. Сразу скажу, что привод БУ, то есть он уже был немножко протюнен от Теошин, но нам очень захотелось показать его разборку. Просто на резьбе снимаем ствол, глушитель сам не обязательно снимать. Очень важный момент. На верхней планке нужно открутить два винтика. От себя хочу сразу сказать, что это была самая, наверное, тяжёлая и интересная разборка после МП-7, Токио Мару и ГББ. Здесь очень главное не перебить тоненький провод, который на спусковой механизм идёт. Открутили два винтика. Теперь мы сможем снять переднюю часть. Но я предлагаю сразу выбить все пины. Их будет три штуки. Раз, два. Таким образом, кстати, выбивая передний и нижний пин, мы освобождаем кейс под аккумулятор. Также здесь находится мотор. И выбиваем третий пин. Далее откручиваем два центральных винта. И откручиваем фиксирующие винты. Не удивляйтесь, что вот здесь винтов нету, и с той и с другой стороны. Это для установки дополнительных планок. И сейчас будет один из самых ответственных моментов, когда нам надо будет, скажем так, условно, айпер и ловер рассоединить. Надо быть очень аккуратными, так как здесь идёт разъём, который идёт на ВСМ. Очень тоненький провод. Вот. Это было не так аккуратно, но я точно знаю, какой он длины. Вот он проходит. Сейчас оставляем пока не отключенным, так как он в кейсе под аккумулятор сам разъём идёт. Снимаем переднюю вставку и немного отодвигаем гирбокс. Можем снять затвор. Он здесь скорее как декоративная функция, ни на что не влияет. И снимаем переднюю часть. Вот так вот она выглядит. То есть это фальшь винты. Их можно открутить, но они ни на что не влияют. Убираем в сторону. Вот так вот выглядит наш гирбокс. И разъём, про который я говорил. Очень тонкий провод, поэтому будьте аккуратны, не передавите его. Всё. Пока отложим его в сторону. Про него мы поговорим чуть-чуть попозже. Что здесь мы ещё снимаем? ВСМ мы не вытаскиваем. Там обычный микроконтроллер. То есть обычным нажатием. Спуск электронный. Очень удобно работать одиночкой. То есть в принципе сам крес-вектор, даже с глушителем, сделан скорее для такой быстрой стрельбы. На коротких дистанциях. Так как при разборке гирбокса я вам покажу, есть нюансы, что его не стоит. И в принципе, скажем так, нельзя прокачать до каких-то там условно 140 метров в секунду. Конечно, возможно всё, но нюансы я вам покажу. Что мы ещё можем снять? Не считая прицельных приспособлений, мы можем снять предохранитель. То есть переводчик предохранителя. Он дублируется на обе стороны. Сняли переводчик предохранителя. Сам предохранитель является механическим. То есть он механически блокирует спусковой механизм. Также снимаем переводчик режимов огня. Внутренний переводчик, полушестерня, держится на обычной ните шестигранника. Лучше с другой стороны поддерживать, чтобы сама полушестерня никуда от нас не потерялась. Будьте очень аккуратны при съёме переводчика. У него есть пружинка и фиксатор, чтобы он лучше фиксировался на своих положениях. Вот в принципе и всё. Скажем так, условный айпер мы тоже разобрали. Тоже откладываем в сторону. И начинаем разбирать самое интересное, ребят. Когда я первый раз его увидел, очень похож на третью версию гирбокса, которая дружила с SVD и с P90. Вот как ни странно. То есть такой у них между собой был. Также есть плата. В данном приводе присутствует отсечка по два шара. То есть одиночка, отсечка по два шара и автоматический огонь. Это всё с помощью платы контролируется. Снимаем верхнюю накладку, как на третьей версии гирбокса. Также здесь присутствует сразу интегрированный хопап. Вот это настройка хопапа. Очень туго снимается. Сейчас я попробую немного поддеть. Буквально немножко её сдвинули и можем продвинуть её вперёд. Очень туго идёт, очень хорошо стягивает. То есть такие накладки, как на третьей версии гирбокса вообще в сравнении не идут. Также шестерня переключения режимов. Просто откручиваем винт. На нём присутствуют замечательные насечки. Такие. Это обязательное положение шестерни, чтобы осуществлялся переключение режимов огня. С другой стороны присутствуют на шестерне маленькие магниты, на которые реагирует плата. Это будет очень важно при обратной сборке. Далее снимаем плату. Держится она на пяти небольших линтиках. Будьте очень аккуратны, чтобы не повредить саму плату. Это очень важно, так как она особо ничем не закрыта, не защищена. Также в базе здесь стоит разъём мини-тамия. Клиент попросил перепаять на Т-разъём. Естественно, мы уже это сделали. Снимаем клеммы. И также здесь присутствуют пазы на моторной раме, в которые можно очень хорошо укладывать провода. Очень удобно, что они нигде не болтаются. Это делаем достаточно аккуратно. Всё. Мы можем снять плату. Лучше её снизу чуть-чуть поддеть. Она на свои места встаёт очень плотно. Сейчас покажу из-за чего. В это отверстие уходит у нас конденсатор. Лапу мы сняли. Так, уберём, чтобы нам ничего не мешало. Далее откручиваем моторную раму. Моторная рама очень похожа на моторную раму на третьей версии гирбокса. Разбирается абсолютно так же. Настраивается тоже. То есть практически один в один. Без своих креплений. Разбирается двумя винтами. Регулируется так же винтом. То есть один в один. Ну и что, ребят, сейчас будет шок-контент. Самое интересное. Сразу скажу, что здесь присутствует быстросъём пружины. Необходимо открутить винт. Немного прожимаем пружину вперёд и проворачиваем её. Здесь есть выемка под шестигранник, но пружина здесь стоит не мощная. Поэтому можно, в принципе, это сделать руками. Пластиковая направляющая с металлическим крепежом и пружина. В принципе, всё. Сейчас нам ничего не мешает разбирать гирбокс. Пружина не выпрыгнет. Довольно-таки, кстати, мощный гирбокс. Крепится он на четырёх винтах. В комплекте идут втулки, а не подшипники. И откручиваем последний винт. Разбирать данный привод не очень тяжело. Главное не повредить провод. Вот собирать. Это отдельное удовольствие, так как нужно следить за многими факторами, чтобы не пережать провод, чтобы выровнять переводчик огня. И, в принципе, чтобы все пазы очень хорошо сходились. Итак, барабанная дробь. Вуаля. Что мы видим? Интегрированную камеру HopUp. Базовые шестерни 18 к 1. Регулятор камеры HopUp. Он выполнен таким вот образом. Крутится просто шлицевой отверткой. Именно снаружи привода. Она идёт заподлицо с передней частью. Очень много малых деталей. То есть самое главное их не потерять. Тоже фиксатор подпружиненный на камере HopUp. Сразу в базе установлен замедлитель, что довольно-таки приятно. Не во всех приводах это есть. Базовые шестерни, базовый антиреверс. Переходим к самому интересному. Та питпланка выполнена у нас вот таким вот образом. Я думаю, что вы уже заметили, что голова цилиндра находится не горизонтально, точнее горизонтально, но не на одной линии с камерой HopUp. Поршень с металлической гребёнкой, что довольно-таки хорошо. Пластиковая голова поршня с вентилируемыми отверстиями. Тоже базовая, то есть от обычного Aego. Цилиндр тоже базовый с отверстием, так как изначально здесь короткий стволик, но его можно примерно до 260-280 мм увеличивать без каких-то проблем. Голова цилиндра своя, уникальная. Вот таким вот образом она выглядит. И камера HopUp. Нозел у нас сначала идёт круглый, потом квадратный, так как в самой камере HopUp есть отверстие под квадрат. И отверстие в самом нозле. Воздух подаётся сверху, а заход тапитпланки также отвечает. Шестерня двигается он вот таким вот образом. Нозел у нас подпружиненный, здесь вот устанавливается. И небольшая проставка между головой цилиндра, пружинка, проставка и камерой HopUp. Таким вот образом. Очень интересная система. Естественно, надо было её как-то реализовать, чтобы в таких интересных габаритах всё это работало. И это действительно работает. Но как раз-таки в соединении головы цилиндра, камеры HopUp и нозла у нас очень-очень большие утечки воздуха. И, к сожалению, это никак не исправит. То есть просто замены каких-то запчастей. Понятно, что можно что-то придумать, но привод не очень создан, чтобы бить на какие-то дальние дистанции. В основном это ближние, CQB и прочее. Данный привод мы, грубо говоря, разогнали, чтобы можно спокойно было поражать ростовую мишень на 55-60 метров приблизительно. Здесь дальше всё стандартно. Установлена резинка мягкая Mapple Leaf. Также здесь на камере есть фиксатор стволика. Подходят обычные стволики. Вот Aego центровочное кольцо у нас идёт пластиковое. Также вы могли заметить, что в данной камере как таковой нету давилки. Сама регулировка HopUp, она и является давилкой. То есть она скользит по данному отверстию. Ну что, давайте начнём его собирать. Устанавливаем антиреверс. Устанавливаем цилиндр в ручневую группу. Устанавливаем пружинку на нозел. Устанавливаем нозел в камеру. Обязательно необходимо проконтролировать, чтобы отверстие было сверху. В него подаётся воздух. Вот сборка здесь, конечно, намного, намного сложнее, чем всё другое, что я пробовал собирать или разбирать, кроме Tokyo Marui Mp7. Устанавливаем тапид-планку. Огромный плюс, конечно, что можно снять быстросъёмом пружину, чтобы здесь ничего не разлетелось. Но также, повторюсь, здесь нужно очень много всего контролировать. Также вот эту пружинку, то есть пружинку подавателя нозла, чтобы она не вылетела так, как при одной из сборок, она слетела, и шары, к сожалению, особо не подавались, естественно. Также маленькую пружинку с фиксатора необходимо установить на камере HopUp. И она будет обязательно не устанавливаться не прямо, а будет дугой. В перчатках это делать ещё сложнее, чем без перчаток. Очень и очень аккуратно пытаемся установить. Вот, сейчас она встала вот так вот дугой, и мы постараемся очень аккуратно закрыть гирбокс. Выровняли шиминг обратно. Всё, гирбокс у нас закрылся. Обязательно надо закрутить один винт центральный, ну просто, чтобы ничего не разлетелось случайно. Теперь он закрылся. Проверить работу камеры HopUp. Если вы слышите чёткие щелчки, значит пружинка установлена отлично. Устанавливаем мотор. Здесь не принципиально уже в какой, так как гирбокс у нас закрыт, мы можем установить моторную раму, закрутить все оставшиеся винты. И далее устанавливаем обратно пружину. Пружина не базовая, примерно по ощущениям так 120. И устанавливаем фиксирующий винт. Далее устанавливаем плату. Ещё раз повторю, что очень будьте аккуратны. Не повредите плату, ничем её не залейте. Также имейте в виду, что в дождливую погоду нужно быть очень аккуратным с данным приводом, так как заменить плату будет уже довольно-таки тяжело. Её сначала нужно будет найти. На самом деле привод клиентский. Он пришёл к нам в магазин по программе Trade-In. И сразу нашёлся клиент, который его захотел выкупить, ценитель таких редких вещей. Сразу попросил сделать то, небольшой тюн. В принципе, что мы и сделали. Далее устанавливаем обратно в пазы провода. Устанавливаем на места клеммы. Очень важно сразу подключить данный разъём. Про что я вам говорил. Есть у шестерн переключателя огня, если вы видите, небольшие отверстия. У нас с одной стороны отверстия пустые, с другой они с магнитами. С магнитами мы устанавливаем на плату. И опять же, чтобы вы видели, есть две небольшие риски, горизонтальные. Нужно устанавливать именно так. Иначе переключение огня будет работать некорректно. Устанавливать мы можем как хотим. Она крутится именно при финальной сборке апперословером. Устанавливаем верхнюю стяжку. Поверьте мне на слово, что это одна из самых их стяжек, которые можно устанавливать. Немножко подобьём. С кирбоксом мы пока закончили. Сейчас можно собрать аппер, а точнее установить обратно все переключатели. Так, крис-вектор наш начал немножко капризничать, либо я действительно разучился делать это в перчатках. Проверить правильную установку довольно-таки легко. Мы просто берём и переключаем. Вот сам не нажимается. Сам нажимается. Как не перепутать переводчик? На самом деле довольно-таки просто. Он у вас не будет переключаться правильно. И самое простое, просто берите одинаковое. С этой и с другой стороны. Поддерживаем снизу. И закручиваем. Берём следующий, переворачиваем. Здесь выпал фиксатор. Мелкая моторика в перчатках довольно-таки печальная. Проще будет, чтобы фиксатор не выпадал. Придерживать внутреннюю деталь и перевернуть. Так, чтобы нам было удобно. А пока я борюсь с фиксатором. Хотел бы с вами поделиться очень занимательным видео, которое мы сняли с ребятами с канала Big Airsoft по основным правилам страйкбола. Подсказка здесь. И вот, я его победил. Фух, это была эпичная битва. Но, конечно, вам я скажу, что я установил с первого раза, как только камера отвлеклась. Сразу необходимо будет присоединить разъём. Это очень-очень и очень важно. Выставить переводчики режимов огня на одиночку. Сразу выставить риски по горизонтали. И попробовать его собрать. Сейчас начинается самое-самое-самое, ребята, интересное. С этим приходится иногда мучиться. Заводим разъём внутрь, чтобы он оказался в батарейном отсеке. Вот здесь. Немного заводим гирбокс внутрь апера. Сразу поправляем. Это надо будет делать на всех стадиях сборки. Также в конце, когда останется маленькая-маленькая щёлочка, также нужно будет посмотреть, чтобы он стоит ровно. Это очень важно. Надеваем внутреннюю вставку. Вот в таком виде переворачиваем. И устанавливаем затвор. Нам необходимо будет контролировать шестерню переключателя, разъём, пружинку с затвором. Как только мы поставили пружинку с затвором, можем начинать надевать ловер. Ну и начинаем потихоньку мучиться. Не самая приятная сборка, особенно двух вот этих вот замечательных вещей. И вот когда я перевернул, разъём оказался у нас вообще за корпусом. За этим нужно обязательно следить и поправлять его. разъём у нас зашёл в отсек. Затвор встал на своё место. И разъём у нас внутри отсека. Замечательно. Закручиваем два винта, чтобы закрепить ловер с одной и с другой стороны. В принципе, нам осталось соединить две половинки, но при этом, как я говорил, необходимо следить за тем, чтобы данная деталь у нас рисками была горизонтальна. Смотрим, чтобы переключатели огня были на одиночном огне. И начинаем их соединить. Вот это самый деликатный момент. Следим, чтобы наш тонкий провод не вышел к ОСМу, чтобы его не перебить. И начинаем наши, скажем так, мучения по сборке привода. Вот практически мы его закрыли. И ничто нигде не торчит, но у нас сместилась шестерёнка. Надо обязательно поправлять её. Итак, последний раз проверяем шестерёнку, смещаем её и закрываем привод. Мы это сделали. У нас получилось. Устанавливаем фиксирующие винты. Устанавливаем передний пин. Устанавливаем два верхних винта. Установили первый. Установили второй. Закроем вопрос со стволиком. В этот момент ощущаешь себя каким-то киллером, который накручивает нам своё оружие-оглушитель. Убираем разъём. Устанавливаем сначала крышку к моторной раме. Закрепляем её пином. Довольно-таки жёстко пины входят, поэтому точно не выпадут. И закрываем. Ну и, конечно, хотелось бы вам показать его магазины. Это маленький магазин и большой магазин. Очень круто выглядят. Кнопка сброса. Вот эта вся кнопка является просто, скажем так, фальш-накладкой. Ни на что не влияет. И большой магазин. Вот такой вот красавец у нас получается. А теперь оценки. Ох, Крис Векторушка, ты мой. Ну что, ребят, пора поставить оценки. По надёжности данному приводу ставлю твёрдую семёрку. Так как привод уже поступил к нам в мастерскую БУ, то некоторые детали мы у него заменили. И они уже были заменены. Но стоковая внутрянка довольно-таки неплохая. То есть, чтобы купить привод из коробки и играть, это достойный вариант. Твёрдая семёрка. По ремонтопригодности. К сожалению, максимум могу поставить это 5 баллов из 10. Так как очень много запчастей уникальных. И достать их довольно-таки тяжело. Поэтому только 5 баллов. Ребят, надеюсь, что вы очень сильно соскучились по нашей замечательной рубрике. Извините, что так долго не появлялись. Был сезон и просто не было времени снимать какой-то контент. Сейчас времени немного побольше. Поэтому будем пилить контент. Как ты его держишь? Ну кто так в кадре держит? Олег, всего хорошего. И, ребят, вам тоже удачи. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова